Всем привет! Сегодня на канале супер полезнейшая кашка из крупы кино с тыквой. Я полистала интернет рецептов с кино очень-очень много. Я решила готовить кашку из кино по-своему, так как мне подсказал мой опыт. В немного разогретую кастрюльку я выкладываю чайную ложечку топленого масла. Топленое масло я готовлю всегда сама. Жду, когда масло растопится в кастрюльке, немного прогреется. Затем выкладываю в кастрюльку тыкву, нарезанную на небольшие кусочки. Тыквы я выкладываю примерно 80-100 грамм. Зависит от того, на сколько порций вы будете готовить эту кашку. Я сегодня готовлю кашку на 2 порции. Все перемешиваю и готовлю совсем недолго, 1-2 минуты. Выкладываю к тыкве кино примерно 1 третью стакана. Объем стакана у меня 200 миллилитров. Крупу я замочила холодной водой. Она у меня так простояла всю ночь. И утром я ее тщательно промыла под проточной водой. Все перемешиваю и готовлю также недолго, до тех пор, пока от кино не начнет исходить такой приятный аромат. Затем добавляю 2 стакана воды или молока. Напоминаю, что объем стакана 200 миллилитров. Опять все перемешиваю и готовлю на достаточно большом огне до закипания. Когда все начинает кипеть, я немного убавляю огонь. Добавляю 1 столовую ложку сахара. У меня тростниковый сахар. Вообще сахар это по желанию. Можно и без сахара. Также добавляю совсем немного соли. Примерно 1 четвертую чайной ложки. Все перемешиваю и готовлю до тех пор, пока крупа не разбухнет, а жидкость не выварится раза в два. Накрываю крышкой и оставляю на плите до готовности. Времени у меня на все это ушло 20 минут. Снимаю кастрюльку с плиты и под крышкой оставляю кашу томиться еще минут 5. Вот такая у меня получается кашка. Если вы хотите более густую кашу, то уменьшите количество воды или молока. Мы любим такую кашу, немножко жидковатую. Точно так же я готовлю рисовую кашу, также готовлю овсяную кашу. Почему я начала готовить такие кашки по утрам? Все просто, потому что начала задумываться о своем здоровье. К сожалению, пока мы молодые, нам все по колено. Едим, что попало, часто в сухомятку, эти вреднющие фастфуды. И лишь спустя годы, когда начинает там что-то болеть, там что-то не в порядке, начинаешь задумываться о своем здоровье и жалеть, почему ты начал задумываться об этом так поздно. Несколько слов хочу сказать о кино. Эту крупу еще и издревле признавали мировым лидером по питательным и чудодейственным свойствам. И по сей день кино называют золотым зерном. Конечно, эта крупа дороговата. Я 350 грамм купила за 128 рублей. Черное и красное кино гораздо дороже, но белое кино, она не менее полезна, чем черное и красное. Поэтому не тратьте лишние деньги. Ну и как видно из рецепта, эти 350 грамм хватит надолго. Поэтому, мне кажется, не стоит экономить на здоровье. Обязательно включите эту крупу в свой рацион. У вас улучшится здоровье, улучшится самочувствие и ваш организм скажет за это большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok